привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет технический выпуск и технический выпуск не простой а очень крутой мы купили на лодку литиевые батареи и вот давайте сейчас мы с вами об этом поговорим напоминаю что литиевые батареи были заказаны ростик спасибо тебе огромное что провел все эти коммуникации с этими адовыми поставщиками и сделал такой офигенный проект который мы сейчас будем собирать но это было сделано еще в далеком далеком ноябре месяце мы это все оплатили а потом случился к вид и все производство все что могло стать стало колом ну что друзья давайте я вам немножечко расскажу касательно батарей почему именно литий то есть более детально окунемся в теорию и в практику но давайте начнем с обычных кислотных батарей которые применяются в автомобилях те которые могут выдавать сразу большой ток который необходим для того чтобы запустить стартер и запустить двигатель мы такие батареи также применяем но только как стартовые для запуска мотора для запуска генератора а для доместика мы используем батареи которые называются deep cycle то есть те которые не отдают сразу много они рассчитаны на то чтобы постепенно отдавать энергию ровно и небольшими партиями так вот мы используем такие батареи но одним из недостатков этих батарей также является ее цена то есть хорошая батарея которая deep cycle будет стоить порядка там 400 500 долларов за единицу емкость этой батареи будет где-то 140 ампер часов и эти батареи в основном и используются во всех лодках но того чтобы полностью покрыть наши расходы мы используем порядка 750 ампер часов суммарно наших доместик батарей но давайте рассмотрим что же такое 750 ампер часов у каждого типа батареи есть свой безопасный уровень после которого начинается деградация пластин деградация самой батареи и батарея начинает сильно терять емкость так вот в кислотных или гелиевых батареях этот это значение равняется 50 процентам вот сейчас вы видите на графике с правой стороны у нас батарея и емкости которые но обычно используются в кислоте преимущество лития в том что литий можно разряжать до десяти процентов энергии до десяти процентов емкости без деградации самой ячейки о том как правильно настроить ячейки я вам расскажу немножечко позже пока давайте разберем просто общую емкость батарей и общий принцип работы отличие кислоты от литиевых батарей и так если у вас одна ячейка кислоты 200 ампер часов батарея например из них возьмем 50 процентов нам доступны доступной емкости и получим что из 200 у нас есть всего 100 ампер часов то есть из 750 мы получаем 325 эффективных ампер часов которые мы можем использовать и тем не менее даже они делают нашу лодку полностью независимой то есть у нас расход энергии и доход энергии сопоставимы и стоя на якоре мы не используем вообще для зарядки не генератор ничего и даже позволяет это нам один или два часа в день делать воду то есть использовать большую большой ресурсоемкий процесс для того чтобы там на час на два сделать там 60 100 литров воды теперь возьмем литий то есть мы купили 1200 ампер часов лития которые мы будем ставить на нашу лодку из 1200 ампер часов лития порядка тысячу 100 ампер это тех которые мы сможем эффективно использовать даже если это будет значение там 1050 это все равно больше чем 350 которые у нас доступны в данный момент наша каждая ячейка 200 ампер часов но 3 и 65 вольта давайте теперь рассмотрим схему как мы будем набирать собственно нашу емкость и наш вольтаж и так мы берем 365 и соединяем их таким образом чтобы у нас вольтаж не изменялся но росла емкость набирая три батарейки вместе мы получаем 600 ампер часов при вольтаже 365 кстати в кислоте тоже используется такая система сборки низковольтовые батареи для набора большой емкости есть такие батареи по-моему тритонами авида тритон по моему называются американские батареи такие коричневые некрасивая но принцип сборки низковольтных ячеек принципе такой же вы набираете емкость а потом формируете из таких вот наборов емкостных вы формируете уже непосредственно вольтаж напоминаю что у нас каждый юнит 365 вольта состоит из трех ячеек которые каждая по 200 ампер часов и того мы набираем 600 для того чтобы получить 12 вольтовую условно схему мы собираем 4 юнита по 600 но делаем прирост напряжения то есть у нас получается 14 6 вольта вроде как и при этом 600 ампер то есть емкость у нас увеличиваться уже не будет и того 600 ампер часов 14 6 вольта получается у нас каждый юнит который мы заводим на бмс бмс это battery management system наверное или как-то так расшифровывается но не суть то есть это та система которая управляет зарядкой и разрядкой батареи то есть через него собственно и будут проходить все процессы потому что литий крайне критичен к принципам зарядки то есть его уложить обычным способом вообще вот просто вот так вот бмс у нас занимается зарядкой и разрядкой батарей но напоминаю что каждая батарея на 14 6 вольта состоит из четырех ячеек по три батареи и нам нужно сделать так чтобы наша каждая ячейка заряжалась правильно то есть каждый сет ячеек из трех будет заведен на балансиры то есть на каждую систему заведенную в бмс у нас будет четыре балансира на каждую единицу из трех ячеек по одному балансиру для того чтобы они заряжались одновременно правильно потому что у лития очень критично чтобы зарядка происходила так как она должна происходить иначе будет большая деградация батареи и вообще в принципе потеря мощности как таковой а нам нужно получать ее максимально эффективно поэтому балансиры отвечают за то чтобы балансировать ячейки при зарядке бмс а между собой так ну что с теорией я думаю мы немножечко подразобрались давайте пойдем уже дальше непосредственно к практике и будем заниматься тем что разбирать батареи и собирать это все в функциональный юнит потому что кроме теории нам в первую очередь нужно получить в итоге энергию которая будет питать нашу лодку банали начально мы заказали батареи чтобы они пришли на ямайку ну так как ямайку мы уже давным-давно прошли и сейчас находимся в панаме в линтон бэй марина то мы попросили наших китайских товарищей привести это все в панаму и вот внимание начало июня месяца вернее как конец мая но последние даты мне перезвонил агент и внимание внимание смотрите ну что водитель уже здесь практически он едет сейчас из столицы из панама сити и направляется к нам линтон бэй марина и привезет и привезет наши батарейки напоминаю вам что мы заказали 1200 ампер часов литий феррум полимер со всеми бмс с балансирами и прочим-прочим согласно проекта ростика и будем этим заниматься сейчас на лодке посмотрим какие они клевые приедут и как их получится собрать вот в этот адский сет у нас будет ледогенератор вот наши батарейки приехали вот эта машина с батарейками ну давайте 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 и гранды а стресс у надо стресс а перфекта вы на шип сперсом транзит форселин весель мушу вот они сейчас придем и будем разбирать не так чтобы их и сильно много короче каждая коробочка тележки не было если на руках ну если это все весит 105 килограмм наш соответственно каждая коробочка весит килограмм по 35 на около тот сука какие они тяжелые так что мы делаем что мы делаем да ладно прибытие коробочек да отличная идея ну что какая сторона здесь как ты думаешь вверх вверх я думаю вот этот вверх опа мне кажется вот это вверх с той стороны да но тут три из трех там нормально три стрелка у нас есть при параллоне что можно диван набить да еще есть о это вечером успокаиваться и стресса напряженцы этот звук итак внимание смотрим сюда батарейки они тяжелые значит все таки вверх ногами они идут ну что друзья у нас будет литий большой банки отлично класс не я пока просто проверил это брат мы убрал и вынимаю вот эти вот коробочки и это будет отлично да причем нам на этих коробочках с другой стороны нарисовано где верхний низ повернись ко мне вот ставится есть такое дело так и давай вверх ногами это есть вот это просто вытаскивает подозреваю это такая что не да у нее вон там написано также кстати я верх ногами переверни да я думаю да на что им нравится не знаю смотри ну выглядит так что ну какая разница они же не сам на двоих и не бьется ну не льется но давай перевернем в исходное положение шлема кимпочка а не шинит закоротила на всякий случай я отойду подальше давай давай у нас еще что-то полезное так 54 штуки 200 ампер часов на 24 это как понимаю это балансиры ростислав апрель ростик апрель был же какой-то этот апрель такой человек что открываем следующую эту да это можно просто за сюда занести на стол 1 по кусочкам очень стильно открывать китайские коробочки крышкой из-под пива до полне хаба ну что бмс очка пришла бмс отлично из подключения суши хорошо все так красиво сделано прямо прямо нравится понятно вот у нас их две так понятно 12 250 ампер то есть каждая эта штука будет 200 ампер больше не выдавать отлично больше и не надо так каждая ячейка у нас 36 вольта здесь 2 и 2 375 то есть мы больше чем 375 не будут они у нас ну чтож отлично хоба какие красивые это у нас балансиры в этой балансер отлично все супер мешок мы нафиг готовы вы когда-нибудь так перлись от обладания девайсом у нас идут бас бары обратите внимание что бас бары заказали вообще изначально одинарные но так как ростик их заказал двойном количестве они их посадили на термоусадку и вот каждый бас бар состоит из двух вот видите отлично просто так итак у нас получается вот бас бары все до винтики и собственно балансиры я так понимаю что они идут не на каждую ячейку а наверное на 2 или как-то так насколько у нас их тут раз два три 4 5 6 7 8 9 9 но мы с ростиком поговорим я думаю что он в теме что он там заказывал о смотри бмс колите феррум 12 вольт 50 ампер чашка рам 250 ампер здесь чашка рам 250 ампер ну балансир 250 ампер это можно и даже не зашу туда подключить свартер свар варку да так хорошо их 2 то есть у нас 24 было потому что 2 по 2 вот это вот это это по идее подключение балансировки я думаю да судя по всему ну да и других разъемов тут нет по идее вот сюда подключается клемма вот так и роз к а вот чего я начинаю понимать значит у нас идет вот она вот они вот на нее все собираются ну-ка смотри что получается вот это балансир и правильно что он сделан довольно тонкими проводами потому что здесь токов-то больших не луда это же не только это же до зарядка да это там на каждую банку да о чем у нас получается вот у нас выходит 4 и вот у нас 4 1 2 ну правильно на 4 на сборку на 4 на сборку балансира на сборку двенадцать по три штуки на каждый и черный негатив правильно все сходится типа да но непонятно другое пачках балансир трехканальный я вот вижу два канала в балансире это не канал это для подключения остальных балансиров один другой а сюда наверное они просто идут подключаешь просто на басбары его и все и потом басбарами соединяет лего для взрослых ну короче как будем ближе уже разбираться сборки ну понятно ну сейчас вот у него ростика все спросим поставим телефон и будет у нас конференц кола он будет смотреть как у нас в случае короткого замыкания будет разлетаться плазма по каюте привет я готов соберем тяновую батарею нам нужно сейчас замерить локеры с батареями потому что от этого напрямую зависит так вот они будут здесь ящик в котором эти батареи будут на хрене не это потрясните лидом где ты стоишь час переднем ящике а он получается на всю ширину да да ну там они на всю ширину так все 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 так вот так вот лезет я думаю нашу нужно сделать вот так вот мы все отлично ты думаешь вы не то мнение отлично так теперь берем душу берем линейку и меряем там делается мы взяли размер одной батарейки вот так вот они у нас будут вынесены 330 300 наоборот 330 вот так они будут короче 330 на 700 это получается у нас коробка но отлично теперь вот мы подписываем их по порядку для чего мы это делаем чтобы подобрать банки у близкие по своим номиналом вольтажей так 12 это у нас 13 14 15 16 потом мы будем их всех перемирять контакты так что у нас показывает сейчас секунду 325 я на не показал чтобы так и плюс у нас получается черный правильно да как ни странно ну да вот 325 до 26 плюс при этом у нас ты вот здесь в черный еще дальше еще проверю чтобы они были не перепутаны 21 326 и вот так вот мы делаем абсолютно со всеми ячейками 13 325 так 9 325 а вот с 5 по 8 у нас 279 288 280 следующая нам нужно отбалансировать наши ячейки для этого мы купили такие вот зарядники маленькие это 12 вольт на на 12 можно выставить здесь вот крутилочка такая и выставляешь напряжение и ток который тебе нужен сейчас мы сюда подпаяем входы и выходы соберем полный набор из банок и все это подключим и будем заряжать каким сомisoем куда делом то слышно а clarман и хочу к ним надеваться например в парч upst нормально и а younger действительно эти пирожды первые вопросы которые у нас минуту когда пирожды подключили еще корон tape они как и где-то из герой она все это и мы VoIP храм и никаких проблем и видим что приходилось лога он играет вперем Democratic кто-то лайк кириkovик подпиль啊 и его агнете вид и будет комментарий Это out, это in, вот мы сейчас берем, вот который красный, это плюс, который черный, это минус. То есть вот минус паяем сюда, черный, а плюс паяем сюда. Это подключено, это подключено, все на соплях, но это нас совершенно не останавливает. Ну что, поехали, теперь смотрим, питание идет, теперь берем, крутим здесь вот регулятор, так, это ток, вот напряжение, оп, а сюда меньше, нет, оп, есть. Ладно, проверяем дальше. Финальная проверка, включаем напряжение, 3,64, 3,65, короче, вот это нас вполне устраивает. Теперь давайте меряем ток, так, ком у нас здесь, сюда переключаем, и меряем, 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 вот сюда, тынь. Так, 2,8 ампера он выдает. Ну ладно, с этим все понятно. Получились сопельки, это три зарядника. Вот это вот все будет подключаться вот такими проводами большими к аккумуляторам напрямую. А сейчас мы здесь из этих систем соберем, одна у нас будет заряжать основную банку, а которая у нас доразряженной, немножко сильнее, мы сделаем из двух, и будет у нас порядка 6 ампер. Так, а здесь у нас происходит следующее действие. Мы разделили банки согласно вот этого нашего замера. Вот видите, у нас есть низковольтовые 2,8, вот 2,8, а есть все остальные 3,25. И мы сейчас сделаем две сборки, одна 2,8, вторая 3,2, и просто их всех дозарядим. Смотрите, какая красота получается. Видишь, как? Красиво. Ну что, дальше средняя вот так. И куда ты плюс на минус лепишь? Минус к плюсу он говорил, правильно? Да, да, да. Ничего не перепутал? Минус, плюс, минус, плюс, а потом последнее закратишь. А последнее надо соединить. А последнее соединить, да. Да, да, да. Такая же была идея. Я думаю, у тебя получится. Можно я выйду? Нет, мы должны это посмотреть вместе. Напоминаю, что все это мы делаем для того, чтобы сбалансировать все ячейки между собой, чтобы дальше уже все процессы зарядки шли на полностью заряженных батареях. Полярность пока совпадает? Да, пока все хорошо. Сюрпризик. Посмотрите, вот здесь есть резьба, а вот здесь как-то не очень. В общем, сейчас мы возьмем и ее нарежем, потому что, ну, это мелочи сейчас все будет. О, оно. Так, есть. Отлично. Ну что ж. Будем врезать? Режем. Тамара, тащи нож? Метчик. Ну что, проверяем? Да, проверяем. Все, работает. Так. Ответственный процесс, переживаю. Очень сильно. Ты куда полетел за изолентой? Да, 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 да. Не составить бы компанию космонавтом, которые улетели на МКС. В общем, без применения ракетной техники. Куда ты опять полетел? А, за изолентой. Все, плюс-минус напрямую к аккумуляторам. Сделали так мы, чтобы у нас не было никаких проблем с дополнительной разводкой, там, чтобы она не грелась, ничего. Напрямую, и этого достаточно. Мы же стоим постоянно на береговом питании, на зарядке, поэтому норм. Ну что, надо амперметр? И можно собирать. Да. Все, они горят разноцветной елкой. Заряжают банки. Ну, вольтаж мы сейчас не посмотрим. Амперметр мы подключали. 3 ампера и еще маленький кусочек оно выдает. Поэтому, все. Ну, что-то 3,1 было. 3,1. Что-то такое. Да, ну все. Пускай заряжаются несколько суток. Вот у нас все здесь горит красненьким. Все, пошел полный цикл зарядки. Отлично. Мы сейчас взяли все банки, собрали одной большой системой. Вот увидите. И контроллеры заряда все собрали параллельно. То есть, у нас сейчас идет порядка 9 ампер на 3 вольта. Потому что у нас идет 3 ампера на 12 вольт. Ну, может, эти штуки выдают просто не больше, чем 3 ампера каждая. Поэтому у нас вот идет 9 ампер зарядка всех батарей. Ну, ячеек, извините. Ну, все работает. Ждем несколько дней. Ну вот, в общем, мы нашли коробочку, которую нам сделали для батареек. Вот она. Выглядит неплохо. Вот это вот сделали нам, потому что мы ошиблись размерами. Потому что 175 умноженное на 2 будет не 330. Почему-то совершенно. Мы считаем, что 330, но математика, гладкая наука с нами против. Она против этого. Короче, пришлось это все переделать. Короче, теперь у нас есть вот такая коробка, в которой будет стоять литий. Тут будет жить. Тут будет жить. Бомбик, глядите. Касса АД батареи. Аккумуляторный отдел. Вот все эти батареи станут вот сюда. Я думаю, что они поместятся. Во всяком случае, такой был изначальный план. А что мы сейчас делаем? Вот у меня уже нет вот NC, и я его не хочу. Поэтому мы его будем отключать. Вот NC и ветрогенератор. То есть это вот эта штука и вот эта штука. Сейчас мы ее будем отсюда просто аккуратненько откручивать. Ну и вообще посмотрим, что у нас здесь на всех шинах есть. Посмотрим на разводку. Проверим состояние проводки. Ну, заодно раз уж как бы разбираем. Напоминаю, что все эти батареи станут у нас вот сюда, вот в этот ящик. Так, ладно. Это у нас контроллер заряда солнца. А вот это был вот NC, который мы сейчас сюда будем кусь-кусь. Там же не пара. Что, все? Прощайте батареи. Прощайте батареи. Да здравствует литийка. Без искр, надеюсь? Это я надеюсь. Ай, блядь. Отсюда все убрано. Для подключения у нас есть подготовка. Вот это минус главный мастер. Вот это плюс главный мастер. Это те, которые у нас будут здесь в ящике подключены на зарядку. Так, далее. Это у нас зарядка стартовая джинсет. Здесь мы все развели. Осталось найти только ветряк. И после того, как мы найдем ветряк, мы его отсюда сделаем кусь-кусь. Потому что вот NC, мы уже сделали кусь-кусь. Так, бак. В нем будут батареи. А здесь мы сделали следующее. То есть мы поставили... Вот это у нас будет стартовая батарея. Это временная батарея, от которой идет все. Так, вот она заряжается наверняка. Так, ну все. Вместо... Мы вот это вот потом отсюда уберем. И все. Так, он у нас перешел в режим floating. То есть заряд, заряженный полностью. Ну все. Получается вроде как бы отлично. Значит, еще раз повторяю, что будет сделано потом. Вот эта временная батарея. Вот она раз. И вот она два. Мы это отключим. И заведем просто на литий через БМС. Пока на данном этапе мы полноценно функционируем. У нас только один доместик остался. Временно. Тут у нас будет ящик, где электрик из нержавейки. Клеиво бой. Ровненько, без пузыриков. Но где это не обозначено, как общественно. У нас получился красивый ящик. Снаружи белый, внутри синий в цвет аккумуляторов. Ну что, пошли померяем его хотя бы. Давай шточку. Я тоже. Ну давай, давай. Меряем. Так, сейчас, подожди. Еще пока не огонь. Чтобы он туда в планочку. Все, сюда влазят у нас прекрасно провода. Вот они. Минус пока там. А сюда красиво становятся аккумуляторы. Ну что, все, мы готовы. Надо еще понять, куда БМС оставить. БМС, БМС. Это вопрос. Можем их сюда прикрутить. Прямо к ящику? Можно к ящику. А можно их просто на скотч приклеить двухсторонней? А, дарваться? Нет. Короче, можно дырки просверлить и на хомутах прицепить. Все, так. Ежедневная рутина. Сейчас нужно взять и замерить напряжение на банках. Потому что мы ожидаем, что на них будет 3,6. Но вероятнее всего, не прямо сейчас. Вот прибор, вот банки. Идем. 3,4243. Ну, еще чуть-чуть и пойдет уже балансировка. Пока мы выравниваемся по напряжению. Отлично. Смотрите. Если мы просто сейчас обожмем вот такую вот штуку, и не дай бог где-то со временем потеряется контакт, то БМС просто отключит наши источники питания. Вот эти вот контактные группы, которые идут в БМС. Если мы вот обжимаем вот такую штучку, коннектор, и со временем потеряется контакт, то при потере одного контакта БМС отключит полностью наши батареи. Поэтому мы сейчас будем эти моменты паять, обжимать. Хотя, может, просто паять. Короче, пайка наша все. Поехали. Вот, короче, вот здесь у нас все сделано. Вот все наши контакты, которые подпаяны. Это коннекторы БМС. Ну, все. Продолжаем диалог. Ну, что ж, проверочка. Что у нас с батарейками? 3,43. То есть у нас заряд батарей остается неизменный уже два дня. А это означает только то, что нам сейчас нужно будет взять и померять силу тока, потому что, скорее всего, эти батареи уже перестали набирать энергию, и нам нужно в этом убедиться. Так, 3 ампера потребляет, между прочим. 3,2. Непонятно. То есть еще идет процесс. У нас прошел еще один день. Мы сейчас подключаем приборы, будем смотреть, что же у нас происходит. И, скорее всего, сегодня мы уже будем собирать полную систему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Осталось нам здесь сделать коммутацию. Вот этим сейчас мы будем заниматься. Слушай, а может еще тоже еще один образец делать? Какой? Дизель поставить еще один такой блок? Нет, еще одного не получится. Это надо очень много-много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На каждый блок по одному балансиру подключай Плюс к плюсу, минус к минусу А обратной стороной в общую шину У нас получается 1, 2, 2 юнита На этот будет 1 BMS, на этот 2 У нас на каждой из них идет по 4 балансира Потому что у нас идет 1, 2, 3, 4 ячейки И тут 1, 2, 3, 4 И вот у нас все тоже зелененькие горят Ну отлично Сюда зарядники вывести Да, сейчас, ну что, начнем коммутировать вот эти вот все Да, 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 да Есть такая деревяшка, на которую мы завели 2 BMS Но сегодня уже поздно Подключать мы это будем завтра Чтобы мы могли все делать в светлое время суток Чтобы не оказаться без энергии Ну и в темноте этим не заниматься То есть аварийно Поэтому эти BMS надо будет нам Соединяются вот так вот Эти соединяются Вот черные 2 Ну и подключаются Но это я вам завтра все покажу Ну а на сегодня, наверное, мы завершаем То есть целый день у нас ушел на коммутацию этих батареек У нас получилось Вот то, что видите Вот это вот сейчас на соплях скручено Вот это вот Нам завтра купить нужно будет басбары Вот такие вот, как здесь Вот И на них мы это потом по красоте прикрутим Сейчас нам нужно просто запустить систему Для того, чтобы запустили все BMS Отличное сечение Там все равно небольшой ток будет Красный с черным Кабель с черным Самое смешное, что мы реально будем так делать Это потому, что у нас басбара нет Короче, у нас есть 2 основных провода Вот этот черный, который Это у нас минус лодки И вот плюс лодки И у нас есть вот такая вот штука Куда ты полетел Ужасные вещи творятся Ужасные вещи Но зато все под контролем Когда мы купим басбары Все будет просто Потому что правильным цветом Подключено к правильным контактам Ну, если ничего Не сгорит до этого момента Вот это 2 минусовых больших Вот этот и вот этот Да, а сейчас самое интересное Сейчас мы соединяем 2 плюсовых Вот это 2 под сборки Вот это вот одна сборка Вот это вторая сборка На эту сборку идут индивидуальные балансиры Раз На эту сборку идут индивидуальные балансиры Два Мы их еще не закрепили Они вот здесь будут стоять Эти зеленые диодики горят Это то, что они подключены Они все уже соединены Ну, вот такая вот сейчас коса Пока некрасивая Мы это потом, естественно, приберем Будет хорошо И управление идет отдельно Вот эта вот коса Вот плашка Таких плашек у нас, соответственно, 2 На каждую под сборку То есть одна под сборка вот эта Одна под сборка вот эта Вот эта плашка Это от этой под сборки И вторая плашка вот эта Мы уже немножко ее развели Чтобы она была более-менее как-то эта самая Это вот эта Соответственно, эти две вставляются в БМС И БМС поставили сюда Один подключается здесь Второй подключается здесь То есть что мы сейчас делаем Мы сейчас подключаем Только плюс Главный плюс страны Да И подключаем вот эти вот контроллеры к БМС Ну и БМС должны запуститься, соответственно Да Если все собрали правильно То должны запуститься Синий провод БМС Подсоединяйте к минусу аккумулятора А черный уже к лодке Так, и тебе нужен будет ключ на 10 Потому что я тебя собрал туда подключение Да, да, там классно сделано Но это самое Ключ на 10 у меня есть На очки на 10 Так, ответственное мероприятие Давай, не бойся Да, вот это сейчас Ростик там нам советует, что делать Мероприятие ответственное Главный плюс страны Открываем В этих желтых очках, слушай, ничего не видно Один мои Да ладно, уже это самое Хочешь жить? Беги Так, ну что? Ну Подожди, стоп-стоп Шайбу сними Шайбу уже снят А, это уже готово Это уже шайба сверху Ну Давай 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 Давай, делай это Там у нас же фьюз отключен Фьюз отключен Камон Но все равно это самое На всякий случай Чуть я очкую Чуть я очкую Я так сразу делал Да, да, да Вот сейчас только ключом Коротни с минусом Да, да, и будет то, что надо И оно Угу Ну что? Ну что, фьюз врубаю? Давай Негатив Сейчас, погоди Я из каюты выйду подальше Теперь позитив Готов? Давай Бомбовелла Посмотри, не идет ли дым оттуда Нет, все, заебись Он даже не понял Что его подключили А они же еще не работают БМС надо пикнуть Нет, сейчас это последний шаг Сейчас сделаем Ростик, как тебе такое? Упс Кажется, я только что сжег лодку Если БМС не работает Ничего не работает По-другой БМС И они должны запуститься Так, открывай Нет, нет, я в доместик паду врублю Есть Да И попробуй выткни еще раз Ага, смотри Загорелись диоды Но загорелись очень-очень слабо А вот это вообще не горит Понял? Не понял Не, я не понял Я тушу доместик Давай Хуйня Есть Вот я его воткнул И сразу появилось вот такое свечение Давай второй Давай, давай просто Воткнул оба? Да Так Я думаю, знаешь Возможно, что перепутаны местами У нас питания нет Вообще Вообще У нас даже не показывают вольтметр ничего Я тебе говорю А возможно, что это самое Возможно, что провода перепутаны Вверх и вниз Вверх и вниз чего? Ну, возможно, их надо поменять местами Мастер минус пойдет наверх А вниз пойдут на батарею Может Это нас ростиком переговорить Я вырубил Да, вырубаешь, да? Сейчас, эти клеммы просто достану Вот у нас теперь режим дефибриллятора включен Так у нас все На самом деле все, что нужно Смотри У нас синие Это те, которые идут Вот, смотри Вот это вот странно У нас синие идут на банки Мы берем просто банки И коротимся входом БМС Все Вход БМС Черный Вот он Вот он Ну да Ну, туда и каратин Вот сюда каратин Получается вот так, что ли Мы должны сделать Так и так Да, только с другой БМС Одна БМС Нам нужно две одновременно запустить У нас который день Своя атмосфера Так Мы ставим батарею Я беру минус Ну тут у нас Пока Сережа берет минус с фьюза Мы вот так существуем в таком режиме Так Ты берешь минус с фьюза А я беру минус с батарейки Смотри Я сейчас включаю доместик Да Доместик включен Так Я держу минус с фьюза Так, подожди Я сейчас клеммы сначала включу на БМС Включи Включи А у минус есть Ну что, давай все, каратин Сейчас, секунду Очки, перчатки Ничего в том Хуже не имеет смысла Да не, на самом деле тут все просто Тут просто нужен БМС запустить Посветим, может, фонариком У тебя там есть минус на этом? Да, у меня минус заведен Ну все, я сейчас тогда цепляю Давай, каратни Просто его быстро Раз Оп Давай, давай Так, есть, все, отпускай И второй О, завелся 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 правый А левый не завелся Смотри Вот это Три Это, в свою очередь, соединяется Вот с этой Чтобы включить БМС Соедините синий провод с черным Четыре Это да Есть такое дело Итого у нас полностью все балансируют Да, они собра Ну и что, торжественный запуск Торжественный запуск Да, я камеру поснимаю Короче, а с этого момента У нас сейчас нужно запустить БМС То есть у нас вот Минус БМС с минусом БМС Давай Жги Все нормально Подожди, ожидаем 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 БМС должен запуститься Ну что, все? Да Так, все Готово И теперь мы ждем Пока у нас пройдет там Не знаю, какое-то время Для того, чтобы мы были уверены Чтобы БМС сработали Вот у нас работают сейчас батарейки Видите, лампочки горят У нас сейчас запустились Два БМСа полностью И красная лампочка Здесь говорит о том Что идет charging battery А зеленая говорит Что идет discharging То есть, грубо говоря Зеленая перезаряжена И она раздает электричество Те, которые горят красненьким То есть балансиры работают? То есть балансиры работают И так как они идут Вот здесь Красненькие и зелененькие То это у нас получается Что Ну, видно, что работают два А, ну, здесь все понятно Здесь только один юнит То есть здесь работают два БМСа Ну, отлично Да Уже все готово Все стянуто Стяжечками закреплено Здесь у нас все контакты Мы поменяли Сделали короткие провода Чтобы они здесь не болтались Ну, все С этой частью все Переходим на литий Он занимается красотой Посмотрите, как он уже здесь проложил Все и собрал Вот сейчас останется только вот эту часть И будет вообще красиво Стяжечки, все дела Вот люблю, когда красиво Электроника уложена Супер Я тоже Да Крутяк Вот это что ты сделал? Вот это? Кто это наделал? Кто это наделал? Там еще в ракете не видели Ну что, лезем теперь настраивать Беттери монитор Тыц Так, функшен Ну, все И здесь нажимаем И поехали Вбивать Так Так, 1 и 1 Вот у меня есть тут Мануал, на котором все данные расписаны И сейчас мы это все сюда Повбиваем Следующая позиция Нам нужно перенастроить Солнечные панели Так, слезем сюда Что у нас здесь? Так, charger Вот здесь вот я уже поменял На absorption 14.4 На flow 13.8 Так, нормально Идем дальше Идем сюда Нужно выставить эквалайзинг Так, эквалайзинг И выставим мы сюда 14.4 Next Может быть на пару часов Просто будет немножечко больше power И у нас будут работать больше балансеры Но на самом деле это все достаточно сложные Сложные манипуляции И нужно настраивать очень внимательно Чтобы все системы хорошо работали Я предпочитаю один раз настроить И потом дальше заниматься уже спокойно Яхтингом Не обращать на это внимания Помогает, я напоминаю, нам Ростислав Который вот у нас тут в нижнем углу экрана Постоянно находится с нами онлайн И дает консультации по поводу того Что и как мы делаем А тут у нас Лед Мы его только залили Ха-ха Ну, друзья, у нас получился Вот такой вот батарейный блок Видите, как у нас все красивенько уложено Единственное, чего нам не хватает Нам нужно вот У нас есть один басбар И вот эти подключения Сделать также через басбары Но их просто здесь нету физически Поэтому, к сожалению, это будет сделано немножечко похоже Так-с Теперь проверяем напряжение Так, 1388 Это вот у нас напряжение Что на стоком зарядки 3,9 ампера Немножечко подразрядили мы их То есть был полностью 100 Ну, это мы сейчас от берегового питания Все понятно То есть мы в любом случае заряжаемся Сейчас заряжаемся от солнца Теперь Осталось проверить работу солнечных панелей И пройдемся по чек-листу Теперь пришло время солнечных панелей Подходим И смотрим Так, вот то, что нам надо Ну что ж, проверяем Так-с Сколько? 17,6 Сейчас 18,1 Секунду Сейчас Так, готов? Да Сейчас Да Отлично Так, дальше Да Ну что, друзья А теперь давайте проедем по чек-листу И проверим Все ли мы проверили Все ли мы собрали Все ли у нас работает Погнали Ну вот, друзья Вот так вот выглядит 1200 ампер часов лития Мы подключили солнечные панели Чек-лист Вы видели По чек-листу мы прошли Все нормально Как будет дальше Я вам буду дальше Рассказывать И держать вас в курсе И со временем Расскажу свой опыт использования лития А пока Ставим лайки Задаем вопросы Обязательно проверяем Подписку Колокольчик И до встречи Через несколько дней Пока Субтитры сделал DimaTorzok